Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Энтони Робинс с книгой «Разбуди в себе исполина». Да-да, это тот самый Тони Робинс, который делает недельные интенсивы в Лондоне с почти круглосуточным погружением, без сна и отдыха. И тот самый Тони Робинс, который собрал олимпийский при стоимости билета в вип-секторе до 500 тысяч рублей. И тот самый Робинс, которого после этого выступления в олимпийском не критиковал, только ленивый мотивационный спикер, коуч, бизнес-тренер, оратор, вдохновитель, автор ряда книг про финансовый успех, мотивацию и всяческие там достижения. Большая часть этих книг была написана автором в 90-х годах, а у нас они обретают свою популярность с некоторой задержкой, видимо, по мере того, как общество трансформируется, выделяя в себе некую прослойку среднего и среднего плюс класса, которые так сильно интересуются проблемами личностного роста, развитием персонального бренда и вот этими вот всеми мотивационными штуками. Время для этой книги абсолютно точно наступает в августе. Это тот самый месяц в году, когда хотелось бы разбудить в себе не то чтобы исполина, а хоть какого-нибудь обычного продуктивного человечка. Потому что все замедляется, вечный жаркий полдень. Хочется пить холодное вино, читать дачные рассказы Чехова, чего, между прочим, не случалось со мной с прошлого августа, но нет. Чемпионами лежа на пляже не становятся, поэтому хоть бокал любимого вина рядом. Давайте разбираться с Энтони Робинсом и с тем, как разбудить в себе исполина. Вся книга в одном предложении. У каждого человека есть внутренний гений, он же исполин, которому подвластно многое. Люди распыляются на ненужные вещи и поэтому у них нет возможности реализовать свои таланты. Пение, рисование, умение налаживать контакты, зарабатывание денег. Это все способности, которые можно и нужно развивать. Робинс пишет о конкретных способах взятия жизни под контроль. И давайте попробуем в 10 фактах, 3 задачах и в 600 ближайших секундах узнать, как сосредоточиться на главном для пробуждения дремлющего исполина. Ну и может быть сэкономим с вами примерно по 500 тысяч рублей каждый. Сумма достойная, кстати, подписки на канал, колокольчик, комментарии и всяческих лайков или дизлайков. Но так по возможности, чтобы палец вверх. Кстати, если не понимаете, почему еще я вдруг во время обзора книги сербаю вино, то обязательно посмотрите несколько предыдущих обзоров книг. Я там подробно об этом рассказываю. И о том, почему нет ничего лучше, чем хорошая книга и бокал хорошего вина. Три шага на пути к совершенству. Первый факт из книги, который заключается в том, что чтобы улучшить настоящие и воплотить мечты о прекрасном будущем, Тони говорит нам с вами о том, что нужно сделать всего лишь три простых шага. Это поднять стандарты и понять, что любые изменения начинаются с человека, то есть с вас. Это преодолеть ограничения, которые возникают в связи с этими поднятыми стандартами или просто у вас в жизни. И осознать, что в успех нужно верить. И вместо того, чтобы корить себя за неудачи, нужно использовать стимулирующие убеждения, которые позволят вам преодолеть эти ограничения. И определить стратегию, то, как вы будете двигаться дальше, после того, как вы преодолели ограничения и поняли, по каким стандартам вам хочется развиваться. В определение стратегии входит овладение эмоциями и вашим физическим состоянием, а также налаживание взаимоотношений, которые вам понадобятся для того, чтобы начать вот этот самый путь к совершенству. Эти три шага это не уже весь путь, это самое-самое начало, но тем не менее, как только три шага выполнены, сразу начинайте принимать решения, потому что второй факт решения это движущая сила. Ну, понятно, что любое принятое решение обладает мощнейшим потенциалом, который отдает вам энергию, и решение отличается от желания тем, что в подтверждении решения вы выполняете какое-то действие. Когда у вас есть просто желание, действие может не выполняться, можно желать лежа на диване и ничего при этом не делая. А вот решение всегда выльется в какое-то действие. Если это действие отсутствует, то это значит, что решение не было принято на самом деле, было какое-то лже-решение и его замена. И, в общем, чтобы не потерять себя, нужно вам установить некие стандарты поведения. При этом Робинс выделяет следующее судьбоносное решение, то есть решение, которое определяет ваш путь в средней и долгосрочной перспективе. Например, решение, на чем фокусировать ваше внимание, это то, что определит вашу модель поведения на несколько лет. Решение о том, как воспринимать события людей, это тоже достаточно судьбоносное решение, которое изменит ваше отношение к происходящему. И решение о том, какие действия предпринимать для достижения цели. Ставшей классикой книга Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай», ссылка на которую обязательно тоже будет в описании, как здесь заведено, одним своим заголовком, как нельзя лучше, иллюстрирует этот факт, изложенный в книге Робинса. Нужно сказать, что вообще многие авторы нонфикшн-литературы и в части книг по мотивации и саморазвитию говорят о том, что время на принятие решения – это одно из самых главных ваших конкурентных преимуществ и в то же время самых главных стоп-факторов у 90% людей. Тезис про то, что движущей силой всего происходящего с вами является решение, очень плотно переплетается также с фактами из книги «Начни» Джона Эйкоффа, обзор на который мы только делали недавно, две недели назад, и который можно будет прочитать или послушать тоже чуть позже по ссылке в описании. Мы тем временем отправляемся к Ниагарскому водопаду, а точнее к его синдрому, который заключается в том, что 90% нас с вами привыкли плыть по течению, и мы начинаем действовать только тогда, когда нас затягивает в пучину. Очень круто этот тезис иллюстрирует состояние нашего здоровья. Вот обратите внимание, что, как правило, мы обращаемся к докторам или начинаем следить за своим здоровьем и всячески интересоваться здоровым образом жизни в тот момент, когда что-то случилось. Робинс называет это состоянием Ниагарского водопада или Ниагарским синдромом. Дело в том, что в такой ситуации чаще всего принятие решения осуществляется бессознательно на эмоциональном уровне. Если вы не хотите оказаться в 90% тех людей, которые принимают решения, уже погрузившись в пучину, и когда их несет, и в общем-то для холодного расчета, и без эмоционального принятия решения времени почти не остается, то научитесь начинать принимать решения на берегу заранее до того момента, как на вас начинает действовать непреодолимая третья сила, и вы теряетесь в пучине турбулентности. Ну, потому что правильно является та ситуация, когда ваш вектор поведения формируется исключительно из внутренних факторов, а не продиктован какими-то катаклизмами. И четвертый факт как раз заключается в том, что вектор поведения, так называемая внутренняя система принятия решения, она должна формироваться под влиянием и внутренних факторов, и окружающей среды, но при этом она состоит из пяти основных пунктов, которые направлены внутрь. Это ваше изначальное убеждение, то, как вы живете, это ценности, которые вы исповедуете, это подтверждение, которое вы получаете от внешней среды, оно состоит из привычных вопросов и вашего текущего эмоционального состояния. Меняя любой из этих пяти пунктов, человек изменяет свою жизнь. Если вы отказываетесь от убеждений, вы кардинально меняете вектор поведения. Если вы пересматриваете ценности, если вы не получаете подтверждения, если вы привычные вопросы меняете на другие привычные вопросы или изменяете текущее эмоциональное состояние, это, скорее всего, поменяет ваш вектор поведения и в конечном итоге поменяет всю вашу жизнь. Помните, что при этом вы должны уметь управлять страданием и удовольствием. Любые действия вас, как индивидуума, направлены на то, чтобы избегать страданий и попытку получать удовольствие. Чаще всего вы затягиваетесь с принятием решения только потому, что боитесь каких-то болезненных ощущений, которые вызывает это решение. Например, предстоящая диета вызывает страх ограничений в пище, и вы не садитесь на диету. Или ежедневный бег или бег в какие-то равные промежутки времени вызывает страх физического дискомфорта, и вы не начинаете бегать. В общем, Тони говорит, что лучше всего концентрировать внимание на преимуществах. Например, в диете это тот факт, что вы в результате получите больше удовольствия, несравнимое с краткосрочными лишениями, и именно это станет мощным двигателем на пути к цели. Или в случае с бегом вы хотя бы один раз ощутите, что такое вот эта эйфория после пробежки, и дальше будете бегать уже систематически. Ну и в конце концов, вот это управление удовольствием заключается в том, есть такой интересный опыт, это не у Робинса в этой книге, но тем не менее можете провести его на ком-нибудь из своих близких, когда бесконечное количество вопросов «А зачем?» на любую жизненную ситуацию. «Ну вот там, я записываю обзор на книги, а вы читаете эти книги», и вы начинаете задавать в моделируемой ситуации человеку вопрос «А зачем?». Так или иначе, через 10-15 вопросов последовательных «А зачем?», «А зачем?», он ответит вам для того, чтобы быть счастливым. И это происходит практически во всех случаях, разница только в длине этой цепочки вопросов «А зачем?», потому что все мы рано или поздно все равно рождены для того, чтобы быть счастливыми. Ну, сила убеждений в этом нам тоже помогает. Как говорит старик Тони, предубеждения, которые у нас сформированы в голове, они чаще всего препятствуют нашему светлому будущему, и для того, чтобы побороть эти предубеждения, нужно с оптимизмом смотреть в то место, где вы находитесь, и в ваше будущее. Если вы мыслите при этом пессимистично, и у вас есть какой-то пережитый негативный опыт, он вам не дает двигаться дальше, и он будет тянуть вас вниз. И по этому принципу, кстати, действует убеждение о том, что человек, который ничего не добился в прошлом, не достигнет великих успехов в будущем. Это исповедуют много классических, например, компаний при приеме на работу, а в противовес им новые экономики, новые технологические компании, наоборот, чаще всего теперь спрашивают, какое количество неудач у вас было, и чем больше этих неудач у вас было, тем лучше. Это значит, что вы получили в рамках силы убеждений прививку от того, что, как говорил Уинстон Черчилль, неудачи не фатальны. Это значит, что вы можете преодолевать ваш неуспех, и с помощью силы убеждений двигаться дальше, и рано или поздно разница между успешным и неуспешным человеком, которая заключается только в том, что успешный поднялся на один раз больше, чем упал, поможет вам стать чуточку сильнее и чуточку успешнее. При этом помните, что не все сразу, все вот эти истории про удвойся за три месяца, они скоро, я думаю, что тоже потихоньку отойдут в небытие, потому что мы сдаемся, когда изменения не приносят мгновенных результатов. Это повсеместная вообще история, но мгновенных результатов не бывает. Ну, вернее, вы можете попасть в какой-то кейс, про который потом напишут в книгах, но вам до этого нужно по-любому будет раз в 20 упасть. И там, где вы будете падать, не будет мгновенных результатов. Планомерная, систематическая, мелкими шагами работа, которая делает вас лучше. Но, чтобы при этом процесс пошел быстрее, единственное, что вы можете сделать, это начать действовать прямо сейчас, при этом не ожидая мгновенных улучшений, но, как мы помним из первого слайда, начав двигаться, вы, в общем-то, сможете пройти этот путь быстрее, опять же, не полагаясь при этом на мгновенный успех. Робинс говорит, что для того, чтобы процесс пошел быстрее, вы сосредоточьтесь на желаемом и убедите себя именно в срочности действий, а не в срочности получаемого результата. Дополнительной мотивацией, кстати, может послужить прогнозируемые последствия бездействия. То есть, что будет, если вы не будете ничего делать? Для этого вы просто представляете себе, как изменится ваша жизнь через год-два, если вы не принимаете нужного решения, что вы теряете и где вы не оказываетесь. И это вместе с восьмым фактом, с управлением текущим состоянием, очень здорово вам поможет осознать, что не все происходит сразу, но при этом нужно начинать двигаться как можно быстрее уже сейчас. Управление текущим состоянием заключается в том, что все, чего мы хотим, как правило, нужно нам для улучшения нашего эмоционального состояния. И материальная история, которую мы пытаемся развить, она тоже нужна для того, чтобы просто мы были чуточку счастливее. Поэтому поведение человека в кратко-средней и долгосрочных перспективах определяется его состоянием на данный момент. А хорошая новость заключается в том, что этим состоянием можно управлять. И очень легко. Это вот не зря на обложке было написано, что Тони – это Дейл Корнеги 21 века. И вот три основных приема управления вашим состоянием на данный момент, которые предопределит, как быстро вы будете и хорошо двигаться вперед, это думать о приятном, улыбаться, вспоминать яркие, радостные события. Если вы хоть раз читали Корнеги «Как заводить друзей» или «Как перестать беспокоиться и начать жить», то вы помните, что там у него вот этим вот состоянием улыбок и позитивного настроя отведена львиная доля книги. Поэтому тут как бы ничего нового, но тем не менее это работает. Правильно задавайте вопросы. Девятый факт из книги. Ну, вы наверняка знаете о том, что есть стимулирующие вопросы, которые побуждают к действию, а есть вопросы сострадания. Вот вопрос «За что мне?» – это как раз вопрос сострадания. А что я могу сделать для того, чтобы изменить ситуацию? Это вопрос проактивного человека, который, ну, вы, возможно, помните, как у отца-основателя навыков эффективных людей Стивена Кови, в книге «Семь навыков эффективных людей» был факт про то, что человек может существовать в одной из трех парадигм, которая определяет степень его зависимости. Ты парадигма, я парадигма и мы парадигма. И то, в какой парадигме существования вы находитесь на данный момент, определяет ваши вопросы. Потому что, когда вы несете ответственность за свои поступки, вы живете в модели «Я парадигмы» и никогда не спросите «За что мне это?» Это классический подход «Ты парадигмы». А вот что я могу сделать для того, чтобы изменить ситуацию? Это классический подход «Я парадигмы». Ну и последний, десятый факт – это корректировка индивидуальности. Ответ на вопрос «Кто я?» помогает найти истинное предназначение. И если какие-то пункты не соответствуют желаемому, можно проработать над изменением личности. И для этого вам все, что нужно, это составить план действий, дать твердое обещание жить с новой индивидуальностью и следовать этому твердому обещанию. Вообще, ответы на вопросы, с чего начать корректировку индивидуальности, довольно неплохо дают книги по эмпатии, по эмоциональному интеллекту, из которых многие из нас с удивлением узнают, что показатель IQ, как символ знаний и предрасположенности к успеху, уже устарел, а на смену ему пришел EQ – интеллект эмоциональный. Больше об этом можно почитать у Голлмана в «Эмоциональном интеллекте», у Сьюзен Дэвид в книге «Эмоциональная гибкость», или у нас на блоге «Читай быстро» в специальном разделе, посвященном эмоциональному интеллекту. Такие вот быстрые 10 фактов из книги Тони Робинса «Разбудив себе исполина». Три задачи. Если слушаете подкаст в первый раз, да-да-да, я записываю задачи в букнот, если вдруг слушаете не первый раз. Это блокнот для осознанного чтения. Такой специальный блокнот, который мы придумали, разработали и создали в «Читай быстро», как идеальный подарок любому любителю чтения. Тут можно очень удобно записывать факты из книги, потом на основе этих фактов формируют задачи, читать советы по скорочтению на каждой странице этого блокнота, они разные. Хранить при этом букнот в тепленьком, уютном чехле, чтобы никто его не видел, с двумя карандашами, которые позволят в любой момент вам записывать то, что пришло в голову. Если букнота нет, записывать можно где угодно, но важно записывать для того, чтобы послать сигнал мозгу о том, что информация обработана. Ну и еще важно потом задачи взять, пойти и реализовать. Факты – это просто то, что вам показалось интересным в книге, а задачи – это то, что прям нужно пойти и сделать. Ну, вот мои три основные задачи из книги Робинса. Мониторить текущее состояние, следить за вектором движения, сверяясь там раз в какой-то интервал, месяц, полугодие, год с тем, какие цели были поставлены и как близко к ним подобрался. Второе – меньше сомневаться, больше принимать решений, в том числе вырабатывая этот навык по оценке своих возможностей и принятию решений, исследованию этого решения. Самое главное – не сворачиванию с вектора, который появился в результате принятого решения. И зацикливать три основных шага – это стандарты, ограничения и стратегия по любому глобальному вопросу. Я вам скажу, что совсем даже недавно, это очень удобная методика, которая работает в разных житейских ситуациях. Вы просто берете лист, на котором расчерчиваете его на три колонки, условные стандарты, ограничения и стратегия, как вы будете действовать. И вот последняя житейская ситуация – это поездка на море. Существуют стандарты, от которых вы не можете отойти, когда вы собираетесь на море. Это, например, кухня, условия отеля, какие-то блага, которые вы бы хотели получить. Существуют ограничения, которые у нас сложились в 2020 году с условной эпидемией. Вы не можете поехать в большую часть мест, в которые вы бы хотели. Возможно, ваши ограничения будут какие-то финансовые ресурсы и так дальше. И на пересечении вот этих стандартов, которые вы хотели бы получить, и ограничения, которые у вас есть, вы выработаете стратегию. Значит, я могу сделать вот то-то, то-то и то-то, проресерчить ближайшие отели здесь, или вообще заменить отель на палатку и поехать на берег моря дикарем, и отлично провести время, и чуть-чуть переформатить свой отдых. И вот эти три основных шага стандарта, ограничения и стратегии позволят вам гораздо более эффективно принять решение и круче отдохнуть, чем если бы их не было, а вы принимали решение по какому-то наитию. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, жмите на кнопку, обязательно оставьте, пожалуйста, коммент, что вы думаете про Робинса, про Исполина, про его вообще деятельность и про книги по мотивации. Если захотите проверить скорость вашего чтения, буква.info.slasharpit, у нас на сайте есть такой раздел, который позволяет вам проверить скорость и осознанность вашего чтения и в конце получить сертификат и советы по улучшению чтения, если вдруг вам нужно его улучшить. Блокнот для осознанного чтения, он же букнот, рабочие тетради, смарт-конспекты, много обзоров книг, очень много статей про софт-скиллы, эмоциональные интеллекты, там тайм-менеджменты, вот это вот все у нас на блоге. буква.info.slashblog обязательно добавляйте в закладки. Ну и буква.info, инстаграм, там мы тоже периодически выкладываем всяческие фотки. Такой была еще одна книга. Таким был еще один день в 2020 году, в жарком августе. Увидимся через неделю. Новая книга, новый я, новые вы. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня. Пока.